Hello! I'm Lira, и сегодня мы почитаем на английском. First, first – это первый. Second – второй. Third – это третий. First, second, third. Первый, второй, третий. First, second, third. Обратите внимание, в слове third есть t и h, которые нам дают звук th. Язык между зубами. Third. А в слове first и third есть звук y. Вот сегодня этим звуком мы и займемся. Он всегда долгий, и поэтому в транскрипции этот значок имеет всегда две точки. Вот так выглядит значок транскрипции звука y. А как же его произносить? В русском языке такого звука нет, так что придется потрудиться. Давайте возьмем два слова. Лед – скользкий лед, холодный лед, и лет. Например, сколько тебе лет? Это обычные русские слова. Лед – лет. Лед – лет. Произнесите их громко несколько раз и обращайте при этом внимание на гласную посередине. Лед – лет. А теперь постарайтесь поставить губы в положение лет. Лед – лет. Но при этом пытайтесь изо всех сил говорить лед. Но губы должны оставаться в положении лет. И у вас должно выйти что-то среднее между лед и лет. И это будет звук y. Потренируйтесь, и я надеюсь, что у вас получилось. Фёрст – первый. Сэконд – второй. Фёрд – третий. Звук y. Есть в слове фёрст и фёрд. В слове секонд его нету. Ну, не могла же я не взять секонд, когда есть и первый, и третий. Так что секонд я тоже взяла. Фёрст, секонд, фёрд. Фёрст, секонд, фёрд. Первый, второй, третий. Фёрст, секонд, фёрд. А давайте возьмём ещё несколько числительных с этим звуком y. Слово third вы уже запомнили. Third – это третий. Third. Если к этим четырём буквам мы добавим окончание teen, мы получим 13. Thirteen – тринадцать. Thirteen – тринадцать. Почему всех подростков называют тинейджерами? Потому что тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и девятнадцатилетние дети все в своём возрасте имеют вот это окончание teen. Thirteen – тринадцать. И thirty – это тридцать. Итак, тренируемся. Звук y. Third – thirteen – thirty. Third – thirteen – thirty. Может быть, некоторым покажется это сложно, потому что мы заодно тренируем не только звук y, но и вот этот звук. Язык между зубами, да? Th – th. Third – thirteen – thirty. Third – thirteen – thirty. Третий – тринадцать и тридцать. Можно ещё немного усложнить и написать тридцать третий. Получается thirty-third – тридцать третий. Thirty-third – тридцать третий. Добавим ещё несколько слов из одежды с этим звуком y. Shirt – это рубашка. Shirt. А если с большой буквой t вначале? T-shirt – это футболка. T-shirt. Потому что разложенная футболка напоминает букву t, да? Поэтому t-shirt – это футболка. И skirt – это юбка. Shirt. T-shirt. Skirt. Тренируемся. Shirt. T-shirt. Skirt. Рубашка. Футболка. Юбка. Shirt. T-shirt. Skirt. Звук y. А давайте этот звук y мы потренируем на следующем предложении. Сперва прочтём полностью предложение и разберём каждое слово. This girl – это девочка. Здесь мы имеем звук y. This girl has got – имеет. A big purple bird. Большую. Purple. Звук y. A big purple. Purple означает фиолетовый. Или лиловый, или пурпурный. Но для меня более понятный фиолетовый. Итак. A big purple bird. Тоже звук y. A big purple bird. On her. На её. На своей, значит, юбке. Skirt. Итак. Я везде подчеркнула звук y. Тренируемся. This girl has got a big purple bird. On her skirt. Я буду читать медленно, а вы в промежутках повторяйте. This girl has got a big purple bird. On her skirt. This girl has got a big purple bird. On her skirt. Ну и чтобы полностью закрепить этот звук, давайте прочтём ещё маленький такой текст. Look at your dirty skirt, Shirley, mom says. Посмотри на свою грязную юбку, Shirley, говорит мама. Dirty – это грязный. Skirt – юбка. Shirley – это имя девочки, Shirley. Shirley. Look at your dirty t-shirt. Посмотри на свою грязную футболку. T-shirt. Футболка. No, Shirley, don't go near the curtains. Нет, Shirley, не подходи близко к занавескам. Слово занавески. Curtains. Curtains – занавески. Oh, no. Ох, нет. Now the curtains are dirty, too. Сейчас и занавески тоже грязные. Curtains. Запоминаем занавески. Dirty – грязные. А теперь прочтём ещё раз весь текст. Look at your dirty skirt, Shirley. Mom says. Look at your dirty t-shirt. No, Shirley, don't go near the curtains. Oh, no. Now the curtains are dirty, too. Итак, это было всё на сегодня. Звук – ы. Запоминаем, произносим, тренируемся. Good luck! Всем удачи! Goodbye! Good luck! Любаил иisk踏 – Продолжение следует...